Ну вот начну с того, что 17 за май месяц обстрелов было в Украине, очень серьезных, они почти все ночные были, эти обстрелы, что добавляет, как вы понимаете, дополнительно нервозности и трагедии. И вот накануне в эту ночь погибли дети, да, это впервые за последнюю неделю, 14 пострадавших, трое погибших и двое из них дети, маленькие дети, там 9 и 12 лет. И, конечно же, об этом сегодня пишут все украинские паблики и говорят о том, что это была атака крылатыми ракетами и так далее. И в то же время, в то же время мы видим, что, скажем, когда мы просим у немцев крылатые ракеты, они говорят, что пока они, к сожалению, нам не готовы дать, хотя наше ПВО работает отлично. Я так понял, что вы хотите, чтобы я как-то откомментировал две эти вещи. Да, да. Первое, то, что зачем, собственно говоря, я так понимаю, что вопрос, зачем Путин это делает, и второй вопрос, почему немцы не дают крылатых ракет. Значит, я думаю, что то, что Путин это делает, это его единственно возможный сейчас ответ, потому что он ничего не может сделать с украинской армией. То есть, собственно говоря, ресурсы у Путина сейчас очень сильно ограничены тем, что он ничего не может противопоставить украинской армии. И наиболее яркое доказательство, это вот то, что последние восемь месяцев они штурмовали маленький районный центр, ну, прямо, скажем, при всем там уважении к украинскому городу Бахмуту, тем не менее, в общем, ну, скажем так, совсем не Сталинград. И вот восемь месяцев штурмовали, положили сто тысяч человек, и в конечном итоге толком даже и не взяли. Вот это потенциал российской армии, когда ему противостоит украинская армия. Совсем другая ситуация, когда российские самолеты, российские ракеты бьют по мирным украинским городам. И несмотря на кажущееся безумие этой тактики, и это будет продолжаться, это очевидно, что это будет продолжаться, в этой тактике есть рациональное зерно с позиции Путина. Оно людоедское, оно не выдерживает никакого анализа там правового, этического и так далее, но в ней есть рациональное зерно. Смысл заключается в том, чтобы Украина не могла убрать вот эти свои наиболее эффективные ПВО из-под Киева. Пока, к сожалению, этих установок Патриот немного, и Украина сейчас не может их убрать из-под Киева и не может их перенести на линию фронта. А это как раз то, что в условиях при отсутствии авиации серьезной, там, F-16, я так понимаю, что может быть в конце этого года дадут. Если дадут, ну дадут точно, вернее, что там, если дадут? Дадут точно, но дадут поздно. И украинское наступление, оно сейчас в значительной степени может быть, прикрытие с воздуха могут дать вот эти вот установки Патриот. Но их не могут сдвинуться от Киева, потому что будут постоянные обстрелы. То есть, на самом деле, вот эта людоедская тактика, она является, казалось бы, бьют по мирным городам, по мирному населению, убивают детей. Но это удар по грядущему украинскому наступлению. Вот в чем смысл реальный. Помимо того, что, да, безусловно, Путин реализует главную цель, которую он обозначил, когда напал на Украину, это деноцификация. Под деноцификацией Путин имеет в виду уничтожение всех украинцев. То есть, понятно, что никакие нацисты здесь, это ясно, что там нет такой цели, что-то сделать с какими-то нацистами, найти их и уничтожить, это все полная ерунда. Это уничтожение Украины, уничтожение всего украинского народа. Об этом идет речь, это цель. Но вот конкретная, то есть, это стратегическая цель, которая реализуется таким образом. А тактическая цель, конкретная, это сорвать украинское наступление. Не позволить украинцам перебросить наиболее мощные ПВО, Патриот, на линию фронта. И, в общем, ну что говорить, этой цели Путин достигает. Украинская, генерал Залужный не может, не сможет снять ПВО, убрать ПВО из-под Киева, убрать установки Патриот из-под Киева, практически лишить какой-то, так сказать, воздушного счета Киев. Потому что, да, сейчас гибнут люди, это ужасно. Но если убрать вот эту вот крышу в виде Патриот, то, конечно, жертв будет на порядок больше. Потому что сейчас жертвы в основном от обломков, которые падают в результате того, что сбивают эти ракеты, эти шахеты сбиваются украинскими ПВО. А если этого не будет, если не будут сбивать, то удары будут от ракет и от шахедов. И это, конечно, будет гораздо большее разрушение. Поэтому, в какой-то степени, Путин добивается своих целей. Вот эти людоедские средства позволяют ему добиваться своих целей. Что же касается, почему Германия не дает крылатые ракеты. Ну, знаете, здесь надо... То возмущение, которое, безусловно, должно быть сейчас в моих словах, оно его не будет по той причине, что я не знаю причин. Я не знаю причины. Какая там может быть причина, какое может быть основание. Я не знаю, может быть, в общем-то, у Германии может не быть в таком количестве ракет, которые необходимы. Потому что все-таки Европа на протяжении длительного времени, она не развивала свое ВПК. И в целом ряде случаев мы сталкивались с тем, что когда Украина что-то просит у Германии, у Европы в целом, то, в общем-то, там, в военно-промышленном комплексе европейских стран, он за длительные годы после того, как исчез Советский Союз, он, в общем-то, Европа не вооружалась. Она, так сказать, находилась в таком военном отношении, в расслабленном виде. Тем более, что рассчитывала на помощь Соединенных Штатов Америки, которые, вроде бы, как прикрывали Европу, обеспечивали ей такой зонтик, в том числе ядерный. Так что я не могу сказать конкретно о том, почему обращение к Германии не приводит к тем результатам, которые от них ждут. Просто не знаю. Хотя, в принципе, понятно, что на фоне гибели людей, на фоне гибели детей, любой какой-то отказ в помощи выглядит ужасно и вызывает, прежде всего, какие-то очень острые эмоции. Но надо разбираться, надо все это узнать конкретно. Ну, тут, наверное, для зрителей нужно сказать коротко, что Германия, мы видим, то, что мы видим на поверхности, то, что Германия очень сильно, все равно помогает Украине при всем при том. Мы видим очень сильное обострение отношений между Россией и Германией. Они взаимно высылают дипломатов, деятелей, культуры и прочее, прочее. Там до 400 людей высылает и Россия, и Германия. И поэтому, я думаю, что некоторая заминка с этими ракетами, она как раз связана с этим обострением, скорее всего.